Ну что ж ребятки, я всех приветствую, в этом ролике я один час буду следить за лидерами разных организаций, посмотрим в принципе чем они занимаются, возможно будут интересные ситуации, моменты и так далее, поэтому всем советую позволить это видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч, вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, всех обнял, приподнял, полетели. Данный лидер получается, либо зам, находится сейчас в АФК, бля как-то все быстро происходит, я не успеваю, ебаный рот, можно пожалуйста помедленнее, данный зам у нас приехал в оружейку, скорее всего купить бронежилеты, возможно сейчас будет поезд, либо какой-то рейд. Так, пишем получается ли адрес, Филимонка Малибу у нас тоже здесь есть, Кавказская мафия, это я уже так понимаю у нас именно лидер. Так, я так понимаю сейчас будет поезд, либо, ну по-любому поезд, наверное, если они в Латкарина приехали, сейчас они будут здесь махаться, стреляться там и так далее. Бля, ну здесь жесткий замес просто, жесткий замес. Тут, короче, и зам, и лидер Кавказской мафии, я так понимаю, вот получается заместитель, это Ринни Малибу, и просто Филимонка положил их. А, это получается военные приехали на Х5, прикиньте, реально красавчики, реально красавчики просто. Не, ну замес такой интересный был, вот они тут ФСБшника тулят, давайте ребятки покажите кто тут, кто тут сильный. Красавчики положили, ФСБшника просто завалили. Не, ну на поезде реально замес такой серьезный, просто сколько там автомобилей, там и военные, и ФСБ, и ДПС, и ППС, наверное, я не знаю. Не будем зацикливаться на данном игроке, пошлите дальше, посмотрим, чем занимаются другие, в принципе, лидеры. Здесь, собственно, тоже у нас получается Тимурка, это пятерка скинхедов, но это у нас заместитель, это как бы не лидер. Ну, я думаю, сами понимаете, там лидер, заместитель, по факту, ну разница не прямо очень большая, поэтому можно сказать, это лидер. То есть заместитель, это как бы правая рука лидера, поэтому здесь получаются на скинхеды кавказская мафия, русская мафия, то есть здесь прям очень много всяких криминалов. Здесь у нас получается лидер ФСИНа, но на данный момент он находится в АФК уже 40 минут, поэтому за ним смысла сидеть нету. Здесь получаются скинхеды заведующий, он также находится на поезде. То есть я думаю, за криминалами по факту нету смысла сидеть, потому что они все находятся просто на поезде. Здесь у нас получается лидер девушка, что немаловажно, то есть именно девушка, понимаете. И они, конечно же, также едут просто на поезд, чтобы постреляться, чтобы отбить, получается, поезд и самим забрать сумки. А здесь получается еще работник ФСБ, он заехал, наверное, за бронежилетом, либо хрен его сдает. Потому что я так понимаю, что ФСБ могут пользоваться во всех организациях, они могут пользоваться именно арсеналом, то есть они могут брать там аптечки, бронежилеты, оружие там и так далее. Да, как я и подразумевал, он просто забежал за бронежилетом. Получается, следующий у нас лидер, именно русская мафия, Николай Тризард, и он сейчас тоже на поезде. Ну, как я говорил, то, что все криминалы сейчас на поезде, поэтому... Кстати, я заметил то, что лидеры, они именно при бабках, реально. Вот именно лидеры, они прям при бабках, у них там и машины есть хорошие, и денежка у них водится, поэтому, ну, лидеры реально при бабосиках просто. И нормально, да, так лидер двигается просто на автомобиле McLaren с аудиосистемой, с неводчиком. Да ты что, красота. Они сейчас, короче, будут тулиться просто, будут стреляться против полиции, потому что они не могут сумку, как бы, сдать, поэтому для этого им нужно их, как бы, загасить. Сумочку он сдал. Да, лидера просто убили. Ой, это все ему пиздец. Да, Николай Тризард у нас оказался вовсе не. Не, я, конечно, ничего не хочу говорить, как бы, но почему-то его выпустили. Я не знаю, Блад это или нет, его, я так понимаю, администратор просто выпустил. Не знаю, почему, может так надо? А ребята занимаются спортом, реально. Просто красавчики, реально, мужики. Умеют просто, ребята, знаете, доводить суету, поднимать настроение. Реально, красавчики просто. Мышцы просто качают, чтобы, блядь, пушечку в руке уверенно держать. Здесь у нас, получается, лидер скинхедов. И сейчас, я так понимаю, будет происходить капт. Давайте немножко понаблюдаем, как это будет происходить, какой будет замесик там и так далее. То есть, посмотрим, как это происходит, потому что лично я, допустим, я вообще плюс-сэш как бы не умею. Давайте хотя бы посмотрим, как это делают нормальные ребята. Замесик был недолгий, конечно, но, типы, просто подрезают друг друга. Я хуею. Блядь, это пиздец. На нахуй. Блядь, я просто ору. Очень угарно, очень угарно выглядит. Ебать, а как он, нахуй, телепортировался просто в дом? Как он просто в дом телепортировался? Вы это видели? Он просто с раптора выпрыгнул и, блядь, телепортировался в дом, нахуй. Точнее, ну не в дом, а в этот, блядь. Пост полиции просто телепортировался. Не, ну я на самом деле в Данька верю. Я думаю, то, что он покажет мастер-класс. Замес пошел. Давайте, пацаны, я вас верю. Хуярьте, блядь. Вы можете, высокомужики, блядь. Вы жесткие, давайте. Вы скинхеды, блядь. Вы лысые головы. Почти как я-то. Так что давайте, вперед. Нихуя же у них тут, походу, захват ДПС или ППС, я не знаю. Нихуя себе. Вот это жесткие ребята. Чекайте просто. Чекайте, они просто ДПСников повязали. Вот такие движухи мне реально понравятся. Мне же захотелось пойти в криминальную организацию. Просто троих сотрудников украли, смотрите. Еще троих сотрудников. Там еще два сотрудника. То, что они такие РПшки делают, реально красавчики.